Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и сегодня мы поговорим про то, где дно биткоина. Я думаю, всех интересует этот момент, поэтому если вас тоже, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик и поехали! Друзья, информация, которую я вам сейчас дам, на мой взгляд, абсолютно крышесносная и важная. Многие, кто смотрит меня недавно, наверное, уже не поверят моим словам, потому что я читаю столько хейта, столько троллинга, столько негативных комментариев в связи с тем, что затяжнулась коррекция на крипторынке. Короче говоря, не хочу сейчас их зачитывать, но многие пишут просто, что Гринни, ты загнал нас или ты загнал кучу хомяков в лонге и все упало. Значит, во-первых, никого я не загонял никуда. Я же вам не пастух, а вы не овцы, правильно? Чтобы вас загонять. А те, кто смотрит давно канал, они понимают, что вдолгую все отрабатывает. И график биткоина – это тому подтверждение. Если вы посмотрите на его недельный таймфрейм, то вдолгую лонг определенно побеждает. И я по большей части говорю за лонг, потому что биткоин находится в бычьем тренде глобально. Вот. А насчет того, что вы не овцы, а я не пастух, ну, во-первых, на рынке все равно много овец, которые дают нам с вами заработать, это понятно. И для них я пастух, потому что у них своей головы нету, они как бы, они думают только, они хотят, чтобы за них решали, куда класть деньги и где кнопка бабло. Вот. Но это нормально. А я тут, знаете, что осознал сегодня? Проснулся рано утром, тут птички поют. Я подумал, может быть, все-таки действительно я как пастух, но как пастух из притчи, помните, о пастухе и волках. Когда он кричал, кричал, волки, волки, много раз, ну, прикалывался, типа. И в итоге, когда реально волки пришли, ему уже никто не поверил. Только здесь, в нашем случае, это скорее о пастухе и быках. Потому что я вам кричал, быки, быки, вот здесь, вот здесь. Ну, ребят, слушайте, откровенно, я вам и здесь кричал, что быки, и мы выросли с 29 на 69. Я вам и здесь кричал, что быки, кто меня тогда смотрел, и мы выросли с 10 на 60. Я вам даже бы кричал вот здесь, что быки, по 3 тысячи 300 долларов. И мы выросли с тех пор на 20 иксов по биткоину и на 40 иксов по эфиру. Вот, поэтому, смотрите, вот сейчас реально очень похоже на то, друзья мои, что биткоин нащупывает свое дно. Или это уже было дно, или очень-очень близко дно. Почему? Да потому что, давайте разбираться, индекс страха и жадности на экстремальном страхе и лежит уже достаточно давно на страхе. Ситуация с Terra Luna и ее стейблкоином UST. Где он, кстати? Его делиснули с CoinMarketCap, что ли? Ну, в общем, вы поняли. Вот он, Terra и UST. Ситуация, конечно, плачевная. И показывает нам, что крипторынок... О-о-о! UST упал на 17 центов. Поздравляю всех, кто откупил его по 30. Это показывает нам, что и с крипторынок, и стейблкоин, это все очень зыбкая хрен на тень. Как тонкий лед, короче, понимаете? И я считаю, что это хорошо для биткоина, потому что он таким образом произвел очистку от говна. Смотрите, я, если вы помните, я вам тоже говорил, что вот это нездоровый рост по биткоину. Биткоин с 10 тысяч долларов на 60 улетел безоткатно в прошлом году. Соответственно, средняя честная цена его должна была двигаться каким-то вот таким образом. Как бы есть некий тренд, да? То есть, если бы мы сходили не на 60, скажем, а на 20, или на 30, или на 40, потом упали опять на 15, и вот так вот поднимались, то мы бы сейчас и были там же, где мы и есть. Согласны? Посмотрите на двухнедельную сетку EMA Ribbon. Мы сейчас как раз на ней. Вот, мы здесь от нее очень высоко уходили и возвращались к ней. Соответственно, вот мы возвращались к честной цене. Тогда она была 25, вот здесь она уже была 35, а сейчас мы под ней, сейчас мы под честной ценой находимся. И да, у нас, конечно, есть смешанные сигналы. Слушайте, на месячном таймфрейме мы уже находимся как бы внутри сетки EMA Ribbon. Это обычно происходит на медвежьих рынках, как вот здесь, или вот здесь, кстати. Заострите внимание на этом, это Corona Dump. Сейчас мы к этому вернемся. Или вот здесь, да? То есть, вроде бы медвежий рынок, хотя сайфер еще зеленый. На двухнедельке мы проваливаемся под сетку, и сайфер идет вниз. То есть, медвежий сигнал, что мы пойдем еще ниже. На недельке вообще у нас сетка медвежья. Смотрите, мы идем вниз, все красное. И только на дневке мы наблюдаем с вами отскок и зеленую точку. То есть, о чем это нам говорит? Что на самом деле, вероятно, мы сейчас увидим отскок вот сюда к 35 тысячам примерно по биткоину. Просто он напрашивается. Потому что, посмотрите, мы очень редко, когда так долго находимся, так далеко находимся от сетки средних скользящих, как сейчас, да? Вот у нас какой гэп был. Даже вот сейчас он вот такой. И не возвращаемся к ней. Посмотрите, даже здесь вот у нас был такой же гэп сильный, и мы вернулись к сетке и потрогали ее, даже продолжив даут тренд. Но потом пробили, закрепились выше и пошли наверх. Так вот, сейчас, я думаю, что с высокой долей вероятности мы идем сюда. Но дальше самое интересное. Никто уже не верит в бычий рынок, для всех он медвежий. Мы выполнили ту самую медвежью ловушку, о которой я вам говорил, если вы меня смотрите. Какое-то время продолжительное. Мы говорили с вами про верблюжий рынок, про повышающийся хай, повышающийся лоу, вот здесь еще. И я говорил, что в худшем варианте я вижу, что мы пробьем этот лоу и всех засадим в медвежью ловушку здесь. Потому что, смотрите, по факту у нас было 64, 69, да, 29 и 33, допустим, да. И все такие, ну все, вот он бычий рынок, те, кто поверил мне тогда, кого я засадил, загнал в стойло. Вот. И вдруг мы такие, хоба, 26, да. И все такие, ну все, это медвежий рынок, понижающиеся минимумы, понижающиеся максимумы. Так вот это и есть гигантская медвежья ловушка, потому что на фонде тоже был такой паттерн. Это расширяющийся флэт, да, повышающийся хай, понижающийся лоу. С пробитием наверх. То есть это все еще расширяющийся такой бычий вымпел, да, это называется, или не флаг, а когда вот такая расширяющаяся конструкция. Это все еще может пробиться наверх на том, что всех вытряхнули с рынка, никто не верит. И самое главное, друзья, это киты. Вы видите, что делают киты сейчас? Китовые кошельки. Они покупают биткоин. Наш товарищ Бенджамин Коуэн, замечательный англоязычный аналитик, выпустил 9 часов назад видео «Игры китов». Я надеюсь, что ребята на втором канале CryptoCommons 2.0 скоро его переведут. Обязательно подпишитесь, кстати, он появится сейчас у вас. Вот там вот сверху, это наш второй канал. Там выходят переводы топовой зарубежной аналитики. Просто то, что доктор прописал. Вот. Я сейчас вкратце скажу, что он здесь говорит. Он показывает китовые кошельки, крупные кошельки, да, держатели биткоина, которые аккумулировали биткоин. Вот он показывает. 4 декабря 2018 года. 4 декабря 2018 года они аккумулировали очень большие суммы битков. Вот вы можете видеть тут по 3 тысячи битков и больше, по 9 тысяч битков. Дальше, что он идет на график и показывает, что это было прямо рядом с дном медвежьего рынка. Снова идет дальше. Эти же китовые кошельки аккумулировали большие суммы биткоина. Прямо вот здесь, на локальном дне нашего бычьего рынка. Вот здесь, на 29 тысячах. И угадайте, что они делают сейчас, ребята, эти китовые кошельки. Правильно. Они прямо сейчас аккумулируют биткоин. Прямо сейчас они покупают биткоины у слабых рук, которые им продают, предварительно купив гораздо дороже. Вот и все, ребята. Поэтому еще раз вам говорю, здесь как в притче о волках, только это будет притча о быках. Гриня вам снова кричит, ребята. To the moon. Long. Да, я осознаю прекрасно, что я многих заставил поверить, продать там квартиру, жену и почку, взять кредит и накупить крипты. Но только вы сами за это отвечаете, понимаете? Так же, как и только я отвечаю. У меня у самого такие же огромные убытки за последние 2-3 месяца по многим позициям, включая Dash, Litecoin и так далее. Но только мы, каждый сам в отдельности взятый, отвечает за свои поступки. Вот и все. А вы сейчас разуверились, вас, наверное, ликвиднуло, выбило вам стопы, и вы пошли на завод за новой зарплатой. Так вот это лучшее время, ребята, для покупки. Поэтому респект всем, кто сохранил бдительность, сохранил хотя бы часть своего капитала и готов сейчас откупать эту просадку. Готов, не боясь ничего, невзирая на что. Потому что, еще раз вам говорю, на мой взгляд, друзья, вот это и было дно биткоина. Посмотрите, какой увеличивающийся объем. Но дисклеймер, дисклеймер. Возможно, что будет еще пролив чуть ниже. Возможно. Я, честно говоря, этого уже не жду. Но даже если он будет, сейчас снова на всю котлету влетать не нужно. Нужно плавно загружаться и плавно разгружаться. В подтверждении своих слов я открыл лонг на Femex по биткоину и по Dash на KuCoin. Я, честно вам скажу, очень сильно потрепала мне нервы эта последняя коррекция. Я перезаходил, выходил, ловил лосей, ловил небольшой профит, закрывал, скальпил. И здесь я тоже скальпом набрал позицию, и я буду плавно ее сейчас разгружать все равно. Потому что, даже если мы верим в биткоин, в hodl, в 100 тысяч долларов, все равно нужно плавно разгружать. Поэтому спекулятивную часть позиции обязательно нужно разгружать лимиточками, друзья мои. Потом всегда перезайдете. По крайней мере, вот это движение уже. Мы сходили вниз, сходили наверх, я разгрузил, внизу снова чуть-чуть догрузил. Тут каждый сам решает, понимаете, вот я ставлю ведра, не факт, что вы должны ставить такие же ведра. У каждого разная точка входа, разное плечо, разный объем средств. Но, тем не менее, обязательно нужно разгружать спекулятивную часть позиции. Потому что, смотрите, ну вот сходил сейчас, например, биткоин вот так, да? А потом он что сделал? Он обязательно отконсолидируется еще, да? К примеру. И вот глупо не забрать вот эту часть прибыли хотя бы там, да, спекулятивной частью вашей позиции. То есть спекулятивная часть позиции – это что? Это плечо. Если вы торгуете с плечом, я говорю сейчас только про вас, не пересиживайте в позициях. Да, возможно, это лучшая точка входа. Но вы можете забрать это движение несколько раз, увеличив свой депозит и набирая еще большую позицию на относительных лоях. Вот что я имею в виду. Так что, друзья мои, просто хотел вам напомнить, что, да, все делают ошибки, и Грини тоже делает ошибки. Поэтому в начале каждого видео идет дисклеймер. Грини сам терпит убытки иногда, и это нормально. И да, смотрите, вот наш логарифмический канал. Да, у нас есть оптический обман, как будто бы вот это понижающиеся хаи и лаи. Но тогда тем более, смотрите, мы уже, получается, приближаемся к концу этого медвежьего рынка, если вы его считаете медвежьим. Несмотря на то, что вот этот хай был выше. Ну окей, пусть это была ловушка. Хорошо, вот у нас было медвежье движение. Смотрите, у нас было такое же бычье движение, и все это было внутри большего бычьего движения. Осознайте этот факт просто, что биткоин сейчас развернет и полетит to the moon. И что вы будете делать тогда? Покупать его снова дороже у китов, которые сейчас закупают. Выбор за вами. Но реально так низко мы выпадали из этого канала вот здесь и один раз всего в жизни. Это был Corona Dump. Все остальное время мы все время находились в канале. И вот мы снова выпадаем из этого канала, друзья. Поэтому план какой? Сейчас можно лонговать, но нужно обязательно контролировать риски. Если вдруг мы полетим ниже, нужно ставить себе ментальный стоп куда-то вот за этот вот лоу или за этот лоу, смотря какие у вас плечи, или за этот лоу, если вы на споте, но тоже не хотите сидеть в просадке. И ловить тогда биткоин еще ниже. Вот что. Если он сейчас полетит вниз. И там расставить ведра на покупку. Я сейчас это делаю в полуручном режиме. Как бы вы можете настроить это автоматом на своей бирже. Например, на Femex. Это, кстати, очень удобно. Вот вы можете также выставить ведра на покупку, скажем, там на 26 тысяч долларов, 25 500 и так далее. Ссылка на Femex естественно в описании. Но я так сейчас делать не буду, потому что мне предварительно надо будет закрыть позицию. В общем, вы можете расставить здесь лимитки и спокойно добирать себе позицию в лонг. Ссылка на Femex естественно в описании. А полезный обзор по уникальной фишке этой биржи сейчас у вас появится вот там. Гляньте его обязательно тоже. Я думаю, вы откроете для себя новую информацию. Для подтверждения этого мы, конечно, ждем сейчас сигнал по Candle Wave 4-часовик. Он отсигналил вчера на продажу, но перед этим ниже отсигналил на покупку. Я жду сейчас подтверждения сигнала на продажу. И уже убеждаюсь в том, что действительно вот это движение как минимум будет закрыто. То есть я думаю, что биткоин сейчас улетит гораздо выше, чем 33 тысячи долларов, которые мы ждем. А куда-нибудь к 40 сразу, чтобы сквизануть всех шартистов. Если вы не забыли, биткоин обычно так и делает. Он наказывает. Я просто смотрю, сейчас очень много блогеров новых появляется, криптоканалов, которые все топят за медвежку. Учат торговать там на Bybit. Тоже говорят, что мы пойдем еще ниже. Ребят, рынок в долгу всех их просто отдраконит. Я не знаю, как еще сказать. Просто вынесет. Если вы посмотрите, этот рынок в долгу выносит всех шартистов. Поэтому не вздумайте шартить у дна. Мой вам не финансовый, конечно, совет. А медведи заплатят за банкет. За чей счет мы будем расти, вы спрашиваете? За счет медведей, которые сейчас продадут и будут шартить. Так что вот так вот, друзья. Все ссылки в описании. Торгуйте аккуратно, набирайте биток, набирайте те альткоины, в которые вы сами верите. А с вами был Гриня, это канал CryptoCommons. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк, пишите комментарии. И всем профитролей. До следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok